Алла Алексеевна Рязанкина, это МИЦ-онкология имени Петрова, Минздрава России, Санкт-Петербург, интеграция палеоактивной медицинской помощи в работу института, онкологического института. А может сначала поставить? Все покажете. А вы назад вперед? Сначала, конечно, хотелось бы. Да, это я немножко разогновалась. Настолько потрясающий был доклад, да, коллеги, это со мной с детьми, что я вспомнила свое. И прошлое, я была первым главным врачом детского хосписа, когда он организовывался у нас в Санкт-Петербурге. Вот только-только истоки начались. Я помню тоже, как мы организовали вот это вот исполнение желаний детей, то есть подбирали эту терапию, все. А потом вот нужно было, и никого не было, не было ни волонтеров. Вот была я, отец Александр был, мои дети, дети, друзья моих детей. И вот мы их возили, я помню, как они стеснялись на этих колясочках. Это был 2003 год, то есть достаточно давно было. И вот они стеснялись, мы возили их на фонтаны, то есть возили в театры. Я с театра Карагодского, сын тогда возглавлял, я договорилась, чтобы им преподавали, чтобы они перешли вот эту грань. Только театр, мне кажется, может дать вот эту вот раскованность такую, то есть преодолеть это все. И поэтому я, конечно, немножко разволновалась. То есть увидела, когда еще увидела там, конечно, у нас не было на искусственной вентиляции детей. А здесь, ну это вообще. Поэтому, конечно, мы возили, я помню, как я их вывозила всех на футбольный матч, знаете, что-то такое. Отец Александр куда-то уехал, ничего не состыковалось. И знаете, как я начала звонить вот этим всем футболистам, и вот нас раз, вот этих 11 детей мы вывезли на этих колясочках. Поэтому, конечно, кто этим занимается, это, конечно, потрясает. Ну, давайте перейдем тогда к моему докладу, да, извините за вступление. Значит, я работаю в институте онкологии имени Петрова. Недавно ему, вот два года назад, праздновали его 90-летие. Это достаточно такой уже старинный институт со своей школой, со своими традициями. И в настоящее время вот у него появился статус республиканского онкологического центра Северо-Запада. Поэтому я бы хотела просто поделиться своим опытом, нашим всем опытом работы вот в нашем институте, насколько там все это так у нас развивается, не так все просто, как хотелось бы. Ну, немножко, если вернуться, значит, 420 коек у нас в институте, на каждом отделении достаточно много отделений. Это и лучевое, не буду перечислять. То есть вот весь комплекс – это достаточно современный институт. Значит, и еще при каждом отделении организовано и отделение такого вот дневного стационара. Поэтому все сейчас крутится, вертится у нас в институте. Но что касаемо истории института, то еще вот в те года, вот, например, был такой Лазарев Николай Васильевич, который был фармакологом, токсикологом. И уже тогда начинал вот изучать все эти воспаления, регенерации, нарушения, стимулировать регенерацию тканей, пентоксифиол, метацил – это все вот его изобретение, женьшень там он использовал. Поэтому все это достаточно давно было. Ну, хочется тоже сказать о Гершиновиче, о Михаиле Лазаровиче, который у нас работал практически около 50 лет в институте. И, конечно, все его, он очень, вот с него, пожалуй, началось такое серьезное отношение к изучению коррекции и коррекции вот этих патологических синдромов, которые распространяют опухолевый процесс. То есть он, вот его, все эти издания, которые, что касается лечения боли, кахексии и различных там диспептических расстройств, до сих пор издаются и, в общем-то, достаточно актуальны. Поэтому он очень серьезно к этому подходил, отделение этим очень серьезно занималось, химиотерапия. И, конечно, Андрей Владимирович Гнездилов, который работал в нашем институте с 73-го года по 83-й год у нас в институте. И вот я, конечно, застала, работала, я пришла в 76-м году в институт работать. И работать с Андреем Владимировичем, конечно, это очень теплые воспоминания. И вот я очень удивлена и обрадована, что до сих пор его в центре города, у него есть своя квартира на площади Восстания, где он приглашает всегда группы докторов, и не только докторов, медсестер, то есть все люди, которые интересуются такой психологией. И, конечно, попадаешь в какую-то сказку, отдыхаешь там. То есть он учит нас и себя познать, и показывает различные методики, которые применимы к пациентам. У него на Монсандре там есть колокола, вот Диана Владимировна говорила, то есть там он показывал, как и этот метод используется. Поэтому если у вас представится такая возможность, найдите на сайте. И, значит, я вчера вот смотрела, но если он сейчас проводит вот эти сеансы, я просто вам рекомендую, это около пяти часов вы будете в его квартире, где будут проводиться все эти, показаны вам все эти методики, куклотерапия, как проводится. Мало того, когда вы будете подниматься на пятый этаж, он будет стоять у входа с цилиндром и говорит, я вас приветствую, доктор Балу. То есть удивительный человек, но тем не менее, надо сказать, что вот с его помощью был создан первый хоспис у нас в России, и он был первым главным врачом вот этого хосписа. Значит, вот после его ухода, я немножко отступлюсь, после его ухода вот туда, в Лахте, собственно, где он сейчас работает, пришла Челкова Валентина Алексеевна. Она является клиническим психологом. И знаете, настолько была создана хорошая команда вот все эти годы. Она буквально вот сейчас работает у нас в институте, но уже только в учебном подразделении института. Я ушла из института как из клинической работы. Поэтому, знаете, вот все эти годы после ухода Гнездилова была вот эта организована такая группа, которая выезжала даже во второй хоспис и работала с врачами и с медицинскими сестрами. То есть вот там возникали проблемы, вот эта вот профилактика синдрома выгорания. То есть очень много работ проводилось таких вот исследовательских. Я помню, как мы все заполняли анкеты, то есть у нас синдром выгорания. И поэтому большую работу клинического психолога Валентина Алексеевна проделала, создала. Вот сейчас создается новая команда из психологов наших. Поэтому у нас клинические психологи, как всегда, есть, но их не хватает. Дело в том, что, знаете, значит, у нас проводится, как только поступает пациент в институт, сразу заполняется, вот при первичном поступлении сразу заполняется, называется, градус тревожности, вот эта шкала, и уже с ним дальше в карточке вклеена, то есть дается ему рекомендация, куда он может обратиться, то есть вот определяется вот эта тревожность. Но вот очень чаще всего, если это амбулаторная служба, они не возвращаются вот клиническим психологам, к сожалению. Знаете, у нас, потому что служба психологической помощи, она есть и в стационаре, и в амбулаторной службе. Мы, в общем-то, это, знаете, относим к тому, что это несколько вещей. Первое, вот культура, культура нашего населения, вот обращение к психологам и психотерапевтам достаточно низка. То есть у нас, если обратился к психотерапевту, ну, здесь что-то не то, все это говорят шепотом, согласны, да? Вот, поэтому вот в этой ситуации, к сожалению. Мало того, у нас в институте, я уже тоже буду говорить дальше, очень много приезжих людей, поэтому они приезжают, и им хочется быстро обследовать, привести свои главные обследования вот в плане терапии. Поэтому, как правило, в этот кабинет они приходят не так часто. Поэтому не так часто, как бы хотелось нам всем. Значит, следующий – это Фрит Иосиф Абрамович. То есть я работала в институте онкологии вот с 76-го года, вместе с ним еще медсестрой, будучи, затем уже доктором, в ординатуре у него была. Поэтому это удивительный человек, который впервые принес, вот впервые определил, как онкоанестезиология. И поэтому было выделено отдельное отделение впервые, отделение реанимации для онкологических больных, и вот эту дисциплину он выделил в отдельное направление. И самое это главное, что я хотела сказать, что он руководил большой клинической экспериментальной работой по изучению хронического болевой синдрома, особенно тогда вот занимались, собственно, и сейчас тоже вот фантомными болями. Поэтому я помню, как мы заполняли неимоверное количество анкет, ходили на отделение, там тоже продолжали их заполнять. Ну, это такие воспоминания еще юности глубокой. Вот, поэтому это был удивительный человек, то есть я вспоминаю его с большим, он, к сожалению, ушел уже из жизни, то есть прошел всю войну. И, конечно, Беляев Алексей Михайлович, то есть вот этот человек, который, несмотря на современные такие сложности организации, ведь это федеральное учреждение, оно не относится к какому-то паллиативному подразделению, но, тем не менее, вот он всегда был инициатором, он и пригласил меня вот возглавить противоволевую службу у нас в институте и вот развитие всего этого паллиативного направления. Знаете, все это непросто, конечно, делается, и несмотря на то, что Алексей Михайлович, то есть вот вроде бы все это предлагает, и мы хотим это сделать, есть определенные сложности, также мы с большим трудом с ним иногда принимаем какие-то решения, но, тем не менее, то есть вот он всегда стоит на том, что нужно развивать, внедрять. Основные проблемы – это, конечно, помещение, штатное расписание, которое вот нельзя расширить, вот, поэтому, но тем не менее, он всегда, и всегда в нем мы видим поддержку и опору, крышу, короче говоря. Значит, ну, теперь как бы непосредственно, что же у нас в институте делается? Ну, комплексный подход изначально, то есть это комплексный подход. Первое – это, конечно, чем мы занимаемся. Это терапия острой послеоперационной боли. Значит, дальше здесь тоже мы хотим сделать, разработать такие схемы, потому что уже просто невозможно стало работать, ну, достаточно тяжело, у нас всего два человека, которые активно этим занимаются, бесконечные послеоперационные обезболивания. Мы хотим отработать такие схемы в зависимости от объема операции, от особенностей данного человека, каких-то сопутствующих заболеваний. Для того, чтобы было отработано, первый ранний послеоперационный период, уже были схемы, и врачи, и анкологи могли просто обезболивать, не вызывая нас, и чтобы мы не принимали в этом такого активного участия. Значит, затем подбор системной фармакотерапии. Она проводится в амбулаторных и стационарных условиях, вот в виде кабинета противоболевой терапии. И затем у нас есть малоинвазивная хирургия. Это новое отделение, которое открылось у нас не так давно, вот оно работает уже в течение года. Это совершенно отделение амбулаторное, не относящееся к клинической службе, где проводятся блокады, удаление асцита, плеврита и другие манипуляции, я буду дальше говорить. И, конечно, здесь активное привлечение к обезболиванию психологов, кардиологов и гастроэнтеролога. Значит, ну вот если брать конкретно помощь нашу, вот такую вот противоболевую, которую мы работаем, вот лопатей, можно сказать, то она, можно ее разделить на две такие структуры. Это помощь в стационаре и помощь в аббулаторной службе. Значит, ну я уже говорила, что терапия вот в стационаре – это лечение острой боли. Здесь, знаете, у нас есть такая особенность, мы должны совершенно четко осознавать, что больной находится, где он находится, в каком он отделении находится, какой вот в острый период, например, на отделении химиотерапии. И здесь, конечно, нужно понимать, четко собирать анамнез. Во-первых, была ли химиотерапия до этого, насколько она хорошо снимала болевой синдром на фоне предыдущей химиотерапии. Поэтому вот загружать пациента, здесь нужно настолько тонко подходить вот к этому, то есть и каждый день вот нужно тетровать вот эту дозу и смотреть, потому что начинается порой химиотерапия и резко уменьшается болевой синдром. Поэтому здесь нужно вот тонко подходить к этому вопросу. Значит, после ампутации фантомные боли, ну здесь как бы, здесь просто у нас комбинация порой идет с эпидуральной анестезией, поэтому, ну, то же самое, нам нужно подходить к этому с такой скомбинированным подходом. Ну, а дальше я уже говорила, это инфузия анестетиков, эпидуральная анестезия, когда больные после операционного периода приезжают на свое отделение, и мы наблюдаем вот эту вот, больных, вернее, больные находятся с эпидуральной анестезией, мы принимаем решение убирать ее или не убирать ее, и одновременно подбираем системную фармактотерапию. Затем подбор схемы обезболивания иногородних пациентов. Что это такое? Вот поскольку я говорила, что у нас очень много пациентов приезжих, поэтому, когда они выписываются вот в своем, мы всегда знаем, из какого они города, и для того, чтобы подобрать вот эту вот схему, конечно, порой очень трудно знать, будет ли там тот или иной препарат, не будет ли, но при этом нам нужно рассказать подробно этому пациенту, как он будет обезболиваться, если сохраняется болевой синдром. Там все это схема, все по часам, что можно ожидать, что нужно это, какие побочные действия у того или иного препарата, кому он может обратиться, кто является ведущим по боли в данном регионе. Конечно, нет некоторой осведомленности, есть там или нет, там вот какие-то койки палеотивные, поэтому вот у нас тоже есть определенные сложности в этой ситуации. Преимущество использования с помощью пиной, то вот у нас перфузором мы иногда пользуемся, когда иногда есть проблемы с медикаментами, у нас такое тоже часто бывает. И вот работа психолога, психотерапевта всегда мы вызываем, и они начинают тут же работать с этими. Очень хорошее у нас, знаете, есть опыт работы клинического психолога, у него есть очень хорошая программа вот при фантомных болях, такая программа релаксации, поэтому мы этим активно пользуемся. И, конечно, консультация гастроэнтеролога. Если мы видим какие-то проблемы, сразу вызываем, она приходит в стационар и работает. Вы знаете, то же самое у нас, в принципе, проходит в амбулаторном звене. Значит, приходит пациент на прием к нам в кабинет, мы подбираем ему системную фармактотерапию. Значит, затем мы вот здесь же в кабинете, немножко неудачный слайд, знаете, мы решаем, вот что можно здесь, например, провести и нужно ли проводить больному. Какие-то блокады, например, криодеструкция достаточно активно у нас сейчас работает. Нужно ли приглашать психологическую или психолога отправлять пациента? Нужна ли консультация гастроэнтеролога? И вот амбулаторное звено достаточно такое трудоемкое. Сейчас я немножко... Вот когда пациент приходит на онкологический прием, знаете, немножко такой громоздкий слайд, прошу извинить, но тем не менее он был, знаете, составлен для того, чтобы с Алексеем Михайловичем, директором нашего института, я должна была ему говорить о том, что доказать ему, что прием пациента, когда мы говорили, сколько же на прием пациента будет отведено времени. И вот в этой ситуации я как бы отстояла вот эту позицию, что не менее полутора часов. И то иногда мы с трудом укладываемся в этот период. Ну почему? Потому что, конечно, адаптация больного в начале приема. То есть в нашем кабинете есть все. И мягкий диван, и жесткая кушетка, и несколько кресел, которым удобно. Поэтому, когда заходит, это, может, на каталке, это с костылями, это прихрамывает. И поэтому, конечно, пока пациент найдет место, где ему комфортно будет пребывать в этом кабинете, на это уходит время – 10, 15 минут или 5 минут. Потом, конечно, расширенный сбор онкологического анамнеза. Вот я хочу обратить на это внимание, потому что мы на это делаем очень большой акцент. Почему? Потому что мне нужно, прежде чем поставить диагноз и причину, выяснить, чем обусловлен болевой синдром, я должна знать четко, на каком этапе находится данный пациент. Вот, например, прошел ли он курс химиотерапии, лучевой терапии, прошел, когда прошел, или он просто в стадии обследования находится. И самое главное, вот я хочу акцентировать на том, что вот у нас есть такой вид лечения, как иммунотерапия, и здесь вот в этой ситуации, и почему вот я акцентирую на этом внимание, имейте это тоже в виду, что если пациент планируется, или он, например, уже только что прошел вот иммунотерапию, здесь вот в этой ситуации этому пациенту ни в коем случае нельзя применять вот с целью обезболивания нестероидные противовоспалительные препараты и препараты гормональные, ну, типа дексаметазона. Почему? Потому что вот больной, который готовится вот к такому иммунотерапии, в общем-то там принцип терапии основан на том, что будет усилено системное воспаление, чтобы вот получить такой иммунный ответ, иммунную реакцию вот на опухоль, на рост опухоли. И мы вводим вот эти препараты, которые резко будут снижать вот это вот системное воспаление. Поэтому здесь, в этой ситуации, нужно быстро исключить вот эти препараты, которые я уже вот говорила вам, нестероидные противовоспалительные, и препараты гормональные, это дексаметазон. Это очень важно, потому что лечение очень дорогое, очень трудоемкое, знаете, и пациент приезжает, и очень надеется на него, а мы со своей терапией можем резко все свести на нет. Но здесь я как бы не буду, ничего особенного нет, вы все тоже, все это, собственно, это делают, это анамнез болевого синдрома, опросники, мы очень активно ими пользуемся, физикальный осмотр, оценка психологическая. Я всегда, когда приходят, как правило, пациенты со своими родственниками, и начинают быстро-быстро говорить за пациента, и я очень прошу всегда в течение буквально трех-пяти минут, если больному несложно говорить, чтобы он со мной поговорил, чтобы я могла понять его психологическую такую вот составляющую. Значит, ознакомиться с инструментальными методами исследования. Знаете, порой вот у нас, например, это очень удобно, когда я не могу понять, вот чем же обусловлен болевой синдром, можно ли этого пациента, и нужно ли его послать на блокаду вот в наше отделение малой хирургии. Я могу совершенно спокойно подойти в кабинет к МРТ, КТ, и тут же мне сотрудники сразу отвечают на все мои вопросы, которые меня интересуют. Поэтому вот в этом очень подручно, что называется, и не у всех это возможно во всех клиниках. Ну и выбирается тактика лечения терапии, то есть внутримышечные, внутривенные блокады, то есть смотришь по ситуации, то есть что возможно здесь. И вот поскольку я говорила, что потоки у нас больных много иностранных пациентов, то, конечно, в этой ситуации мы… Ой, много приезжих пациентов, собственно, иностранцев тоже, поэтому мы очень подробно рассказываем иногда, а что делать дальше, вот какая будет динамика приема этих препаратов, какие могут быть осложнения после приема, чтобы не пугаться тому или иному побочному действию этого препарата. Поэтому вот все это нужно уложиться, и, конечно, обязательно осмотр пациента с ног до головы. Это обязательное условие, потому что были иногда такие казусы, что даже не хочется о них вспоминать. Вот. Ну, то, что оценка сопутствующих синдромов – это однозначно. Это вот что касается амбулаторного приема. Поэтому у нас, знаете, нередко, вот за год у нас около 10 человек мы отправляем посрочные, например, с инфаркта миокарда, потому что болевой синдром, может быть, вот совсем недавно был опухоль средостения, который совершенно четко, как бы вот опухоль средостения, боли за грудиной еще. Значит, когда стали все это раскручивать, тут же сняли ЭКГ, что-то болит, что-то не так, как-то вот не хватает воздуха. А когда сняли ЭКГ и когда собрали анамнез очень подробно, а везде он обезболивался, где-то обезболивался, пришел к нам с каким-то обезболиванием, а когда собрали анамнез, оказывается, он в течение вот буквально полутора месяцев перестал все, в течение полугода перестал все, у него проведено было сценитирование, знаете, и когда он перестал пить препараты, которые вот разжижают кровь там и прочее. Вот. То есть мы поняли, что здесь совсем не связано с онкологическим каким-то процессом. И поэтому вот это потом острые какие-то ситуации возникают, с перитонитами иногда тоже отправляем. Поэтому здесь как бы работа в амбулаторных условиях достаточно много у нас. Сейчас я немножко... А, Аллочка, нам вот это как раз и нужно. Да-да-да. Вот то, что вы перелистываете. Вот верните, пожалуйста. Нам нужны вот эти фотографии, что вы делаете, понимаете? Я ведь зашелась. Да, вот нам четкие вот эти моменты, где вы делаете, подаете этих пациентов. У вас очень хорошая поддерживающая терапия и взаимодействие со специализированной службой. Сейчас, сейчас. Ну, время 9 минут, не больше, да? Господи. Да. Давайте сначала. И вас очень хорошо. Давайте я вам перемотаю. Ну что ж ты так? Вот мне прям хочется вам помочь. Все, 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 да. Мы назад, да? Вот, вот, все, стоп. Стоп. А вот можно еще? Потому что я несколько слайдов пропустила. Нет, нет, там надо можно все. Вот здесь вот основное. Аллочка, пожалуйста. Нам вот осталось 9 минут, у нас строго по времени. Нам очень важны моменты, чтобы мы проснулись. А то мы много текста немножко подзадремал. Народ, взбодритесь, пожалуйста. Хорошо. Стационарные больные. Пожалуйста. У нас прошло за 18-й год 1432. Было отвернув 701. И всего у нас вот прошло... Телемикрофон. Да, и всего у нас прошло 2113 пациентов. Значит, у нас открылось отделение малой хирургии. Вот сейчас вы все взбодритесь. Значит, отделение, оно состоит из двух операционных. Палата интенсивной терапии, такая палата пребывания комфорта. Значит, что здесь проходит? Значит, проводят. Это нефростомия, холонгистомия, пиццисостония, дренирование брюшных и привральных полостей, дренирование различных патологических скоплений. Это абсцессы, кисты, замена дренажных катетеров, антеградное асцентирование желчеводящих путей. И вот абляцию происходит. Не так часто, но проводят. Хотела бы обратить ваше внимание на нашего коллегу Петрика Сергея Владимировича. Потрясающий общий специалист. Практически нет никаких осложнений. Делает все просто, может, с открытыми глазами. Прекрасно владеет инвазивными методами. А где эта операционная находится? Она находится в нашем институте. А как туда пациент попадает? На сколько он воспитализируется? Вот сейчас вы перешагнули. А у нас там есть как бы те самые, как пациент попадает вот туда. Да емолки-палки. Да что же это такое? Почему нет? Вот смотрите, это туда, а это сюда. Вот и все. Это вперед, а это назад. Вот это назад. Назад. Все. А вот это вперед, когда вы сходите назад. Я так делаю. Не так. Ой, я прошу меня извините. Хорошо. Назад. Сейчас я бы дам. Значит, вот потоки ПТН, Санкт-Петербург, жители регионов Российской Федерации, иностранцы. Какие у нас здесь проблемы? Проблемы у нас здесь такие, что жители регионов других, мы не знаем, что у них там есть. Знаете? И поэтому у нас очень много времени уходит на то, чтобы им все объяснить, где купить. Выписываем неимоверное количество рецептов, порой для того, чтобы они закупили у нас, поехали туда. Но будет ли там вот эта преемственность, конечно, мы не можем. Ну и такая же проблема с иностранцами. Значит, дальше. Ну, амбулаторное звено, это мы уже говорили. Итак, наш больной первичный, попадая к нам в институт, попадая к нам, он может сразу, записавшись на первичную какую-то консультацию к онкологу, он может сразу попасть к кому? К специалисту противоболевой терапии. Он может сразу пройти вот эти все процедуры, которые мы сейчас говорили. То есть или заранее записаться на это. И поэтому дальше вот, ну, как бы все в одном, мы можем все это сделать за один день. Это не требует никакой негоспитализации. То есть все пробивание одного дня. Поэтому вот откуда он берется? Вот отсюда. Значит, пожалуйста, тут же может все это тренирование, все вот эти манипуляции, которые я уже говорила, тут же проводится, тут же палата пребывания. Вот все эти цифровые показатели, которые проводятся за 17-й, за 18-й год. Диана Владимировна, нужны цифры? Коллеги, это дневной стационар, да? Опыт работы по факту дневного стационара. Нет, это малая операционная. Один день. Один день. Один день, за который проводятся такие манипуляции. Да, как дневной стационар, да? У нас просто недавно открылось, вот это подразделение наше, мы называем малая операционная. Полторы тысячи медицинских вмешательств, да, вы провели за 2018-й год. Мало того, вот я прибываю в амбулаторной службе, я осматриваю пациента, я тут же решаю, мне нужна какая-то манипуляция, например, блокада или что-то. Значит, я связываю с этим отделением, и он тут же может переместиться вот в это отделение. Это очень удобно, очень комфортно и очень продуктивно для больного. Так, что еще хотела сказать? Ну, вот видите, здесь вот очень сроки, то есть попав к нам, он тут же может быть выпущен асцит, обезболен, сделана блокада и выписан домой. Значит, у нас еще проводится вот сейчас современная крио-методика, знаете, она достаточно тоже эффективная, занимается болевым синдромом, занимается разрушенными вот опухолью кожных покровов, вот вы посмотрите дальше. Поэтому вот тоже, тоже как палеотивная помощь происходит у нас в институте. Вы смотрите, кровавая такая опухоль, пациентке 86 лет, и проведена ей вот такая однократный цикл струйной криодеструкции. И что вот мы видим дальше? Вот видите, она такая достаточно, это, ну, несколько этапов ей делается, не кровит, немножко она меньше стала опухоль. Вот пациентка тоже, пожалуйста, с опухолью, которая обработана крио этим. Значит, этот метод разработан не онкологией, не Петровой, у нас есть такой Прохоров Георгий Георгиевич, который этим занимается. Это вот он основоположник вот этой методики. То есть здесь три таких рабочих разъемных канала для криозондов сделаны. Вот, пожалуйста, здесь под болевым синдромом достаточно мы часто посылаем к нему, то есть он уже решает вопрос, может он это сделать или не может. Поэтому, ну, опять же, смотрите, системная фармакотерапия, которую вот мы подбираем на начальный этап первые 3-4 дня, это будет достаточно выраженный болевой синдром после этой процедуры. Поэтому, пожалуйста, мы работаем совместно с ними. Значит, ну вот, как бы костные ткани, костями они тоже занимаются, не только мягкими тканями. Показания 4-10 баллов, 2 или более очага, литические и склеротические очаги, наличие мягкотканного компонента и четкая веолизация. И что противопоказанием здесь, это спинной мозг, головной мозг, крупные нервы, крупные артерии, крупные сосуды. Значит, криодеструкция, это я просто хотела вам показать, проводится, знаете, она сейчас достаточно популярна у нас становится при контроле МКТ почкой. То есть вот сейчас, как бы, акцент, они занимаются почками, но не относятся это к палеотиву. Это при наличии, например, одной почки, это маленькая какая-то опухоль над почкой находится. Поэтому вот, пожалуйста, одно, но и, к сожалению, или, к счастью, здесь не относятся к палеотиву. Значит, лучевая терапия. У нас есть огромное отделение лучевой терапии, которое мы часто отправляем, то есть созваниваясь с нашими специалистами и спрашивая, можно ли здесь подключить или нет. Эти пациенты госпитализируются на это отделение для прохождения лучевой терапии. Поэтому здесь является таким золотым стандартом у рака предстательной железы, почек. Но что я хочу сказать, что мы также работаем с ними в связке, потому что первые, особенно первые три дня мы ожидаем ухудшения, усиления болевого синдрома. Поэтому подбор системной фармакотерапии – это достаточно серьезная такая связка, вот работаем вместе с ними. Гастроэнтеролог, не буду повторяться, то есть какие там все, что возможны, какие-то есть показания пребывания в стационаре у пациента, сразу приглашается гастроэнтеролог, который дает все рекомендации при выписке этого пациента. Если это нужна какая-то помощь в амбулаторной службе, пожалуйста, мы также приглашаем гастроэнтеролога. Хочу заметить, что у нас одна, один гастроэнтеролог, это количество человек, единиц одна, одна Полина Александровна Захарова, которая такая достаточно активно работает. Что еще хочу сказать? Конечно, наше самое одно из самых трудоемких, сложных при работе – это детское отделение. Оно сейчас расширилось, 20 коек было, сейчас стало 40 коек, и поскольку федеральное, вот у нас республиканское стало учреждение, детей очень много, тяжелых, больных. Поэтому это проблемы те же самые, как и во всех учреждениях, то есть нет микродосы, каких-то препаратов, ничего здесь нового нет, также трудоемко занимаемся. И мы, два человека, противоболевой в этой терапии, нас всего двое, поэтому сейчас стоит вопрос о том, что, может быть, хотя бы на полставки кого-то взять, потому что очень тяжело. Амбулаторная служба, стационарное, такое количество отделений. Значит, вот несмотря на то, что у нас, несмотря на все это, у нас в институте есть учебно-методический отдел, и мы все врачи, работающие там, практически все участвуем в работе этого учебного отдела. Поэтому вот за это время, за год, проведено 4 тематических цикла, по 144 часа 4 методических пособия, доклады сделаны, обучаются ординаторы. К нам очень часто приезжают из других городов на рабочие места. Поэтому в этом году тоже была проведена, в 2018 году, вернее, была проведена конференция милосердия и здравоохранения. То есть мы хотели отношение врач-пациент, врач-больной, ребенок, потому что у нас детское отделение есть. Знаете, она была первая, такой первый опыт. Я бы не сказала, что она мне очень понравилась, потому что я была такая инициатором вот этой конференции. Но, тем не менее, мы хотим ее проводить каждый год и хотим вот рассматривать эти уже вопросы вот в разных ракурсах, очень конкретно и очень конкретно к какому-то, к какой-то проблеме. То есть не в общем там все, когда какие-то, может быть, это привлекаться будет. А, Алексей, время, пожалуйста. А все, я уже заканчивала. Значит, в общем-то, наша работа – это вот конференции. Спасибо за внимание. Алексей, у нас вопрос. И мечта, конечно, создать школу. Я считаю, что у нас не онкология, это очень хорошее учреждение, где можно вот создать школу. Может быть, это для терапевтов. Она может быть микро, знаете, на 4 дня, но практически, но с нами, на рабочем месте. Знаете, сидя на приеме. Алла Алексеевна, можно я скажу опыт? Вот прямо вы не сказали важного. У вас ведь каждую неделю есть клинический психолог. И у вас каждую неделю проходят конференции пациентские. Тема, и где специалисты отвечают на вопросы больных и их семей. Да, это ведь важная история. Алла Алексеевна очень хотела все-все рассказать. А мы очень хотели из нее именно палеотив вытащить. Это очень сложно. Алла Алексеевна, а можно вас попросить? Давайте. Вот мы сейчас журнал наш привезли. И мы очень просим вас сделать для нас статью для этого журнала. Именно потому, что делают в институте по палеотиву. Путь пациента. То, какие... Хорошо. Это практика одного дня. Для нас это важно. Как пациент гастеризировался, куда он направлен, как происходит консилиум этого больного, и что ему делать, и как он выписывается. Ладно, и, Гузарь, у меня еще вопрос. Мне интересно, как по опиодной терапии выписываете рецепты. Какие рецепты вы выписываете? Вот все препараты, которые в 148-м рецепте. А наркотические препараты, розовый рецепт, 107 НП? Нет, у нас нет в институте. Не знаю, мы с администрацией сейчас обговариваем. То есть, как всегда, нам это не нужно. А если у вас выписывает человек с морфином, куда вы его деваетесь-то? Нет, нам это нужно, но мы... А тогда у нас собирается, если он выписывается... Я вас научу, где взять рецепт. Хорошо. Нет, нет, если он выписывается, создается комиссия, и 5-дневный запас выдается. Но он уезжает, он не остается просто с голым этим самым. Но вы можете также выписывать наркотические рецепты. Хорошо. Никакой разницы нет. Потому что мы сначала... Я же говорю, что мы воюем, и сейчас мы решаем этот вопрос. Да, а сколько вот, мне интересно, сколько у вас коек, и сколько рецептов на выписку пациента при выписке из стационара? Вы знаете, мы что-то... Я как-то эти... Нет, нету цифр. Давайте я подготовлю. Это интересно, это нужна статистика. Хорошо, прошу. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Вопрос, да. Здравствуйте. Меня тронуло как раз отделение краткосрочного пребывания. Вы говорите амбулаторно, вы консультируете, решаете вопрос, нуждается он в госпитализации, не нуждается. Не, не в госпитализации. Пребывание в отделении краткосрочного пребывания. Да, да. А если у вас опыт, когда отделение к больному, скажем, не транспортабельному, вернее, не транспортабельному, а нежелательно, чтобы его транспортировать в аше отделение, а есть такой опыт, чтобы работник в аше отделение амбулаторно… Надом, выезжаете ли вы на дом? В частности, вот, дренирование… Выезжаете ли вы на дом? На дом не уезжаем, нет. Не уезжаете. А вот дренированный брюшной, тревральный полус, амбулатор не практикуются у вас? Проводится, я в слайде говорила об этом. А, извините, я пропустила. Да, смена дренажей, там нужно, у нас это все делается в Малайдере. Поэтому это очень удобно, это не нужно госпитализировать больного, это в один день все делается. Но у нас есть Петрик, я не знаю, как вы добылете, будьте знакомы. Меня четко на дому вот это интересовало, я просто напустил, на дому. На дому ведь в Питере выездные патронажные бригады, которые работают в хосписах. Но то, что вы делаете в Самаре на дому, не делают. У нас нет такой службы. Он все пытается найти единомышленников. Спасибо вам большое. Уважаемые коллеги, давайте перейдем к следующему докладу. Спасибо, Анастасия. Можно вопрос? Можно вопрос? Это онкологический же диспансер, да? Вот у нас вопрос такой. Институт. Институт, да. На базе вашем, в номенклатуре, отделении, прямо отдельно отделение палиативной помощи, потому что это мы не проследили, это ли просто детское отделение онкологическое или отделение онкологической помощи взрослых, или это отдельное отделение? Прямо в штате, в номенклатуре. У нас нет отделения палиативной помощи, нет. Спасибо. У нас есть просто, да, у нас просто есть вот эта вот малая хирургия, знаете, которой мы пользуемся еще заодно и мы, ну что называется, вот и все. У нас есть стационар для лечения больных. Вот у нас два человека, которые занимаются болями, которые это все шуродят. Отделение онкологии это детское.